Добрый вечер. Меня зовут Виктор Брыксин. И сегодня мы с вами поговорим о такой теме, как оптимизация времени запуска iOS-приложений. Эта тема на самом деле особенно мне близка, потому что долгое время я занимался разработкой Яндекс.Браузера. Собственно, именно из оптимизации времени старта этого приложения и родился мой доклад. Вот. Проблема, которую мы решали в браузере, это вообще достаточно общая проблема всех iOS-приложений. Если вы возьмете свой телефон и запустите что-нибудь, то, скорее всего, 2-3 секунды вы увидите сплэш-скрин. Мой личный рекордсмен — это 7 секунд. Я не буду называть приложение, но это потрясающе. Ты открываешь телефон, 7 секунд смотришь на красивую картинку, и пока она открывается, ты уже забыл, что ты хотел с этим приложением вообще сделать. Вот. Естественно, наш браузер себе такого позволить не мог просто потому, что у браузера есть ряд сценариев, которые требуют от приложения немедленного отклика. Пользователь должен иметь возможность быстро на лету открыть браузер, вбить что-то в поисковую строчку, получить какой-то ответ или что-то там прочитать на бегу. Вы, наверное, тоже читаете на бегу всякие там статейки урывками в переходах в метро, потому что времени не очень много. Вот. Естественно, у браузера есть фичи, которые также пользователю очень важны, и мы не можем просто так от них избавиться. Это то, ради чего пользователи пользуются нашим продуктом. Вот. Кроме того, у нас есть конкуренты. И один из самых больших конкурентов Яндекс.Браузера является, естественно, встроенный в iOS-браузер Safari, который просто сто-тонной гирей над нами нависает. Он занимает такое же доминирующее положение, как в свое время занимал интернет-эксплорер Windows, если вы заставили это время и помните. И нам приходится конкурировать и с ним тоже. Поэтому нам просто жизненно необходимо постоянно бороться, постоянно уменьшать время запуска нашего браузера. И в свое время мы подошли к этой проблеме со свойственной, в общем, всем разработчикам наивностью, которые считают, что для того, чтобы оптимизировать что-то достаточно профилировщика и собственного опыта. К нам подходил менеджер и в апрельном он говорил, друг, тупит приложение, тормозит, все плохо. Разработчики говорили, окей, давай посмотрим, сейчас все оптимизируем, перестанет тупить, все будет прекрасно. Садились и оптимизировали. Потом, в результате оптимизации, получалась некоторая сборочка, которая брала от себя тестирование, садилась с секундомером, потому что тестирование же должно проверить, что мы все сделали правильно, нигде не налажали, все теперь действительно запускается быстрее. С секундомером оно замеряло время старта, убеждалось в том, что действительно оно стало меньше и все прекрасно. В дальнейшем этот подход эволюционировал. Мы вместо того, чтобы сажать тестировщика и давать ему секундомер, мы начали использовать видео, которые снимали, два видео до оптимизации, после, накладывали их друг на друга, смотрели покадрово, где какой элемент браузера появляется, как он реагирует, все ли у него хорошо. В дальнейшем менеджер, почувствовав в себе видеомонтажера, он начал снимать по пять видео до, по пять видео после, чтобы нивелировать эффекты, связанные со случайностью. Всем известно, наверное, что иногда время старта зависит от погоды, на Марсе, и с этим просто ничего нельзя сделать. Менеджер обрел навыки видеомонтажера, но нам это не помогало, потому что такого подхода было огромное количество проблем. Во-первых, об оптимизации мы вспоминали только тогда, когда начинало тормозить. Мы все оптимизировали, через некоторое время это все деградировало. Кто-то вносит другие изменения, появляются новые фичи, и со временем все становится опять очень плохо. И у нас не было никаких инструментов для того, чтобы мы могли контролировать это. А ведь если мы не хотим потерять какой-то эффект, нам нужно осуществлять непрерывный контроль. К сожалению, вариант с видео, который мы использовали некоторое время, достаточно трудоемок для того, чтобы использовать его постоянно. Он нам не подходил. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как было бы правильно выстроить процесс оптимизации времени запуска, если вы действительно хотите получить какой-то эффект и долгое время поддерживать его. В первую очередь мы, естественно, поговорим о метриках, потому что без метрик никакой процесс вообще невозможен, особенно такой, как оптимизация. Мы немножечко поговорим о том, что из чужого опыта нам удалось адаптировать для себя. Поговорим вкратце о проекте Fake UI. Это проект, благодаря которому нам удалось в браузере построить интерфейс, который буквально вылетает в лицо пользователя и говорит, работай со мной быстрее. Вкратце я расскажу об устранении горячих точек. Это, в общем, такая тема, в которой все немножечко понимают, кто хоть раз занимался оптимизацией. Вот такой очень краткий будет рассказ. Также будет рассказ про небольшой кусочек про ленивые сервисы, которые принесли нам очень много проблем. И мы немножечко поговорим об оценке, что мы в итоге получаем. Начнем с метрик. Первое, что я хочу сказать о метриках, и, наверное, это самое главное, с чем вообще надо выходить с этого доклада, это то, что метрики – это важно. Если у вас нет удобных метрик, вы никогда не сможете сделать оптимизации, которая будет поддерживаться. Опять же, пример с видео. Потому что менеджеру нужно потратить очень много времени для того, чтобы снять метрики по видео. Мы не могли снимать их постоянно. В итоге это делалось как-то, как-то. Все терялось. И самое главное, мы не могли в промежутке найти, а где именно потерялась та или иная оптимизация. Поэтому чем чаще мы будем снимать метрики, тем лучше. Для нас, соответственно, метрики должны сниматься быстро, часто и быть простыми, удобными и понятными. Для браузера мы все выбранные нами метрики, в общем, поделились на две большие группы. Это основные и вспомогательные. Основные – это те метрики, которые непосредственно ощущает пользователь. Это те метрики, которые влияют на его ощущение от работы браузера и те, которые он видит. Они, естественно, должны быть количественные, то есть они должны выражаться цифрой. Потому что с цифрами очень легко работать. Цифры можно складывать, вычитать, сравнивать, например. Можно даже извлекать квадратные корни, но я лично не пробовал. И самое главное, они должны быть объективными. Потому что, как уже показал пример тестировщика с секундомером, слишком много стахотических факторов приводит к тому, что метрика вместо того, чтобы показывать эффект от приносимых улучшений, начинает показывать температуру за окном. Основные метрики – это то, что мы хотим улучшать в процессе улучшения нашего продукта. Ну и есть вспомогательные метрики. Они, в общем, очень похожи на основные, за исключением того, что они уже существуют в мире разработчиков. Это какие-то вещи, которые пользователю не видны, но разработчику скажут о том, что происходит у него в продукте, гораздо больше, чем обычное число. Для Яндекс.Браузера мы выбрали всего четыре метрики. Две из них вспомогательные, существуют для разработчика, и две из них основные. Первое. Все эти метрики являются числами, которые показывают количество, условно говоря, секунд, проходящих от момента, когда пользователь тыкает иконку приложения. Первая точка, которую мы снимаем, это момент, когда запускается main. Вторая. Как только у нас в оконной иерархии появился root-view-контроллер, и у него есть view, мы снимаем точку, в которой выполняется view.lapir. Третья метрика является view.dapir. И четвертое. Самое интересное, это то, что мы в конце view.dapir запускаем на главный поток с помощью dispatch-async блок. И тот момент, когда он выполнится, это четвертая позиция, которую мы назвали UI-ready. Самое, наверное, важное. Мы в дальнейшем будем часто ее использовать, и основные оценки будем давать именно по ней. И я вкратце расскажу, что каждая из этих цифр значит. Main показывает самую, наверное, понятную вещь. Это тот момент, когда мы запустили приложение. Оно, естественно, загружается в память. Весь образ загружается в память. Происходят лоды, инициалайзы. И все, что касается динамически загружаемых библиотек, это находится там. Он показывает, собственно, эффект от тех библиотек, которые у нас загружены в проект. После этого выполняется application.dfinish launch with options. Естественно, там конфигурируются некоторые сервисы, которые в дальнейшем будут использоваться. И после этого наступает момент view.dapir. Поэтому второе число view.dapir показывает эффект от сконфигурированных, от наших уже собственных пользовательских сервисов. В свою очередь view.dapir, как метрика основная, она показывает момент, когда пользователь наконец увидел на экране интерфейс приложения, с которым собирается работать. И, наконец, UI ready. Почему я говорю, что это важно? Потому что на момент, когда интерфейс уже показан, он может быть заблокирован огромным количеством кода, который все еще должен выполниться на главном потоке. И из-за этого пользователь видит, но потрогать, к сожалению, не может. Поэтому четвертая метрика UI ready, когда мы планируем блок на главный поток, показывает, когда он наконец разгрузился, и пользователь может взаимодействовать с нашим приложением. Основной гипотезой, от которой мы отказывались, была то, что если мы уменьшим метрику UI ready, то есть в тот момент, когда пользователь сможет работать с приложением, то пользователь это заметит и поймет, что это для него хорошо, и он может делать что-то лучше и радоваться нашему продукту больше. А если пользователь будет радоваться нашему продукту больше, у него у нас будут расти продуктовые метрики, такие как, например, процент возврата. То есть мы должны наблюдать на наших графиках корреляцию. Время старта по UI ready идет вниз, а продуктовые метрики идут вверх. Для того, чтобы оценивать эффекты от оптимизации, мы, естественно, собираем метрики у разработчиков. То есть как только разработчик что-то делает, мы берем его сборку. После того, как pull request уже влился в мастер, мы с мастера собираем сборки постоянно и отправляем их на специальный тестировочный стенд. Этот специальный тестировочный стенд – это на самом деле просто обычный Mac, подключенный к сети, к которому подключено устройство. По-моему, у нас это был iPad mini на базе iOS 8, как самое тормозное выбранное устройство на тот момент. К нему подключено устройство. Соответственно, на это устройство ставится сборка и запускается несколько сотен раз. Несколько сотен раз сборка запустилась. Каждый раз мы получаем какие-то цифры по всем четырем метрикам, собираем их, усредняем и отправляем на специальный стендик, где по этим цифрам строятся красивые графики того, как время у нас меняется с течением времени. Чуть попозже, уже где-то ближе к концу доклада, я эти графики даже покажу. И эти цифры мы используем для того, чтобы быстро понять, а к чему именно приводят те изменения, которые мы вносим в проект. Кроме того, мы собираем метрики не только у разработчиков, но, естественно, мы делаем это для пользователей и мы собираем их у пользователя тоже. Те пользователи, которые разрешили отправку анонимной статистики, мы просто берем эти цифры, которые мы получили, и отправляем их себе. Естественно, что пользователям нельзя попросить запустить наше замечательное приложение 200 раз, но количество пользователей, в принципе, нивелирует здесь эффект случайности. Итак, надеюсь, вы поняли, что метрики — это важно. И в дальнейшем, когда у вас встанет такая задача, вы воспользуетесь этим советом. Что касается того опыта, который мы переняли у других людей, это в первую очередь я бы хотел сослаться на доклад моего коллеги Николая Лихогруда, который, по-моему, так и называется «Оптимизация времени iOS-приложений». Он касается, в первую очередь, системных вещей, таких вот, как загрузка динамических библиотек, то, что я говорил в начале, метрика main, загрузка образа. Все это очень хорошо там описано, и мы тоже воспользовались его советами. Естественно, мы отказались от динамических библиотек, в браузере все линкуется статически. Естественно, мы отказались от свифта, потому что на тот момент, когда мы все это делали, у нас еще был iOS 7, а для iOS 7 в поддержке свифт очень сильно влиял на метрики и очень приводил к огромному росту просто всех цифр. Мы попробовали его использовать, увидели рост и, в общем, отказались от этой идеи достаточно быстро. Удивительно, но улучшение быстродействия показало простой перевод ресурсов из сырых ресурсов, если кто-нибудь знает, можно просто положить картинку, в X-сиосеты. В X-сиосеты грузятся гораздо быстрее сырых ресурсов и для старых продуктов, для проектов с большой историей, когда некоторые вещи просто не трогаются в силу того, что это никому не надо, это может быть актуально, если у вас еще есть сырые ресурсы в проекте, я рекомендую вам перевести их в X-сиосеты и вы получите на ровном месте выигрыш в производительности. К сожалению, у нас есть некоторые очень нехорошие библиотеки, которые негативно влияют на время старта, видимо, из-за того, что там выполняются множественные лоды и тому подобная штука. Это, в первую очередь, мы столкнулись с этим при использовании Facebook SDK. И для Facebook SDK мы воспользовались ленивой загрузкой и поздним связыванием, при котором мы фактически не взаимодействуем с этой библиотекой напрямую, а используем там Dial-D и тому подобные вещи. Теперь немножечко об оптимизациях. У меня, к сожалению, не будет такого сурового хардкора, как тут был у моих коллег, поэтому будем… Ну, я понимаю, что вечером все-таки уже, наверное, тяжело слушать и смотреть на много кода, поэтому будет много красивых картинок. Первая проблема в браузере, которая существует, это так называемая проблема ядра. Многие, наверное, знают, а кто не знает, догадывается, что браузер основан на ядре Chromium. Это ядро, собственно, поддерживается не только Chromium, но и там есть код от наших ребят. Оно шарится между нашим десктопным браузером, между мобильным браузерами и предоставляет множество функциональностей, без которой работа с браузером была бы, в общем, не особо полезной. Но проблема конкретно iOS-ной версии была в том, что ядро для iOS-браузера – это монолит. Это некоторый достаточно большой объем кода, который загружается единомоментно, некоторое время работает, и только после того, как он, наконец, загрузится, мы можем предоставить пользователю какую-то функциональность. С этим невозможно было мириться, потому что пользователь вроде как уже увидел интерфейс, но ядро еще не загрузилось, интерфейс заблокирован, он ничего не может сделать, и мы решили с этим что-то, наконец, предпринять. И первая идея, которая у нас была – что если его выпилить? Ну, если ядро тормозит, ну, давайте выкинем его просто, и не будет никаких проблем. Все станет прекрасно, бабочки начнут порхать. К сожалению, это не сработало. Ну, мы на самом деле даже не пытались, потому что понятно, что когда ядро дает тебе огромное количество переиспользуемой функциональности, то просто выкинуть его, это значило бы написать его с нуля, фактически, но уже своими собственными силами. Пойти на это, ну, это бессмысленно, выкидывать код, который работает, чтобы написать еще один такой же, который будет работать хуже. Поэтому мы пошли по другому пути. Если у нас есть UI, зависящий от ядра, который, в общем, ничего не может сделать без него, почему бы нам не дать пользователю другой UI? Маленький, возможно, который умеет не все, но который может прекрасно работать без ядра, и который позволит пользователю выполнить какой-то набор сценариев, которые характерны именно вот для такого режима, когда нам нужно быстро открыть приложение и быстро в нем что-то сделать. Он будет, естественно, интерактивным, в нем можно будет писать, и он должен прозрачно переключиться на большой UI, собственно, как только ядро будет загружено. Мы, собственно, дальше я расскажу, как мы это сделали на примере такого компонента, как Amnibox. Все, наверное, знают, а кто не знает, наверное, догадывается, что браузер состоит из WebView и текстового филда для ввода запроса. Если… Ну, естественно, это не так. На всякий случай просто. Вот это самый текстовый филд для ввода запроса называется Amnibox. Ядро давало множество полезных вещей, такие как Suggest, форматирование, красивое форматирование урлов, там же была фактически работа с Progress Bar. И без этого всего Amnibox был малофункционален, но нам очень хотелось, чтобы мы дали возможность пользователю до старта все-таки взять и что-то туда ввести, поэтому мы взяли наш большой Amnibox и разделили его на два. Старая модель Amnibox осталась точно такой же и точно так же работала с ядром. Рядом мы положили новую модель, которая была полностью от него оторвана, работала с какими-то кэшированными данными, мы их объединили в один большой композит, который, соответственно, маршрутизовал вызовы в зависимости от того, было ли загружено ядро или нет. Пока ядро не загружено, у нас вызовы шли в кэширный Amnibox и ответы шли оттуда. Как только ядро загружалось, мы переключались. Для того, чтобы у пользователя не было ощущения того, что у него что-то сломалось, когда он выгрузил браузер, потом снова его запустил, он увидел пустой Amnibox, а только что он был заполнен, мы сделали небольшой кэшик. Большой Amnibox, зависящий от ядра, писал в этот кэш, а кэшированный Amnibox, соответственно, как только он поднимался, из этого кэша читал и давал пользователю то состояние, с которым он остался. И для того, чтобы поддержать бесшовное переключение, мы сделали небольшой компонент, который в момент, когда ядро наконец стартует, фактически синхронизирует состояние кэширования Amnibox с нормальным, и для пользователя все выглядит так, как будто он просто запустил браузер, просто начал в нем что-то делать, а браузер просто работает. Он даже не замечает момента переключения. При этом интерфейс начал стартовать гораздо быстрее. Как я уже говорил, что раньше у нас было так, что до старта ядра мы просто делали User Interaction Enabled равно No, и нет, уважаемый пользователь, ты ничего не сделаешь. Теперь мы разрешили User Interaction и увидели, что проблемы остались. К сожалению, помимо большого ядра у нас были сервисы. Наши собственные сервисы, которые уже написаны нами, и некоторые из них тоже от ядра зависели, и очень любили подписываться на коллбек, который сигнализировал о том, что ядро наконец запущено. В тот момент, когда ядро загрузилось, все эти сервисы радостно бежали инициализироваться и забивали главный поток, в результате чего интерфейс, конечно, есть, взаимодействовать с ним, конечно, можно было бы, но в главном потоке, главный поток забит, в него не проходит ни одно сообщение. Выглядело это примерно так. То есть у нас, грубо говоря, было два, я не помню, два десятка, условно говоря, вот таких вот сервисов, которые вот так вот подписывались на Chromium Performance Startup и что-то там делали. Иногда делали много. Естественно, пока их было мало, один, два, это не было проблемой, но их число постоянно росло вместе с ростом числа фич. Сам по себе Chromium Performance Startup особо ничего не делал, он просто брал все эти коллбейки, которые на него подписались и большой пачкой запихивал главный поток. 20 сервисов в главном потоке. Увы, нужно было что-то сделать. Поэтому мы отказались от такого вот единомоментного запуска всех сервисов. Во-первых, первое, что мы сделали, это некоторые сервисы перестали ждать Chromium, а были отложены на более поздний срок. В основном это все, что касалось статистики и прочих вещей, которые пользователям либо не необходимы, либо не являются необходимы вот прямо сразу. Все, что мы могли отложить, мы отложили на более дальний срок. То, что отложить мы не смогли, мы решили, что мы будем запускать сервисы по одному. Просто-напросто давая возможность главному потоку что-то провернуть в промежутке между запусками сервисов. Таким образом, у пользователя хоть и был интерфейс, который лагал, но в то же время у него была возможность с ним взаимодействовать и он был еще чуть-чуть ближе к счастью. К сожалению, счастье было недолгим, потому что появились ленивые сервисы. Проблема ленивых сервисов в том, что время их запуска не определено. С одной стороны, это не проблема, а их преимущество, потому что мы можем использовать ленивый сервис тогда, когда нам необходимо максимально отложить его запуск до того момента, когда он действительно понадобится. Но бывает так, что ленивые сервисы, ссылаясь друг на друга и трогая друг друга, собираются в огромные пачки и начинают запускаться всей толпой. И в этом месте образуется горячая точка, которая может легко переместиться в другое место, если случайно задеть этот ленивый сервис там. Поэтому мы приняли решение, что отсутствие контроля это не очень хорошо для приложений, и мы будем отказываться от ленивости. В первую очередь за счет того, что мы выделили определенные точки, где должны подгружаться те или иные сервисы. Эти точки были там, где мы хотим, там, где мы считаем нужным, где может быть приложение чуть более разгруженное, можно его запустить. А к моменту, когда кто-то начинает работать с этим сервисом, сервис был полностью готов. Кроме того, естественно, рекомендуется, чтобы никаких тяжелых операций на главном потоке при запуске сервиса не было, потому что главный поток слишком важен для пользователя, чтобы просто забивать его чтением каких-то файлов и тому подобной ерундой. И все задачи, требующие большого количества времени, должны быть вынесены в отдельные потоки. В браузере мы, для того, чтобы понимать, когда был загружен тот или иной сервис в таких случаях, мы используем промиссы. Я здесь не касаюсь этой темы, потому что, во-первых, про промисс уже много рассказывали, во-вторых, это достаточно большая тема. Если интересно, можете посмотреть. Итак, перейдем к самому, наверное, таинственному. Это тому, что у нас получилось. Сейчас будут реальные графики с продакшена. Во-первых, мы действительно уменьшили время старта приложения. Это то, что у нас получилось. Если вы посмотрите на эти ужасные пилообразные линии, это средние. Почему они такие ужасные пилообразные, я специально не стал их убирать, потому что у нас, к сожалению, есть одна нерешенная проблема, связанная с тем, что когда мы замеряем у пользователя время, иногда по каким-то непонятным совершенно причинам, это время слишком велико. Например, мы видели, что некоторые пользователи в статистике присылали нам, что на него время старта 4 года, во что я, в общем, с трудом верю, потому что 4 года сидеть и смотреть на флешскрин, это слишком даже для меня, который привык к 7-секундному запуску. Но, тем не менее, можно посмотреть на квантиле 25-процентный, а, 50-процентный, 75-процентный и 90-процентный квантиль. Это то, как, в общем, у пользователей в массе своей снижалось время старта по мере наших оптимизаций. В конце можно заметить небольшой рост, он связан с тем, что мы в очередной раз перешли с этапа оптимизации на этап добавления новых фич. Фичи, естественно, аффектят время старта, это значит, снова выполнять процесс оптимизации. Это то, что касается тех метрик, которые мы снимаем у пользователя. То, что касается метрик у разработчиков, то это вот такой график, он не настолько красивый, я бы даже назвал его страшным, но, тем не менее, он выполняет свою работу, он показывает нам, что именно происходит. Думаю, что даже вы, в принципе, первый раз в виде этот график сможете сказать, где у нас получилось классно, а где мы крупно облажались. Для моего глаза, в принципе, тут я могу даже выделить отдельные точки, где происходили те или иные вещи. Я говорил про Swift в начале, и говорил, что сейчас это не является проблемой, потому что мы, вот, например, у нас есть там маленькая точка, там, где мы видим рост мейна. Он, наверное, с расстояния не очень очевиден, но он действительно есть, и на самом деле он не очень большой, не настолько большой, по крайней мере, чтобы продолжать, не использовать Swift, и теперь в Яндекс.Браузере действительно есть Swift, и мы на нем пишем. Кроме того, эти графики нам должны, дали возможность, естественно, все сразу оценивать. У нас даже появился целый алгоритм, каким образом мы вносим изменения в проект. Первое, что мы делаем, это разработчик садится со старым добрым профилировщиком, делает какие-то оптимизации, подготовит pull request. С этого pull request мы собираем сборку, отправляем ее на наш замечательный тестировочный стенд, он делает нам свои несколько сотен прогонов и дают нам 4 цифры. Эти 4 цифры мы можем с легкостью сравнить с мастером, с текущим, который проверяется постоянно, и таким образом сказать, хорошо поработал разработчик или стоит еще поработать. Кроме того, если вдруг кто-то что-то зацепил, случайно, и это заэффектило время старта, то не позднее, чем через 2 часа мы об этом узнаем, и, соответственно, мы с легкостью найдем тот коммит, в котором произошла эта проблема. В заключении хотел бы, наверное, сказать только одно, о чем я, собственно, говорил всю первую часть и повторю сейчас, что сначала метрики, а только потом оптимизация, потому что без метрик все оптимизации рано или поздно потеряются, а это точно не то, чего хотите вы, не надо бессмысленно делать одну и ту же работу несколько раз, и точно не то, чего хотят ваши пользователи, потому что вашим пользователям очень нравится, когда приложение стартует быстро, и очень не нравится видеть сплэш-скрин по 7 секунд. Спасибо. Вопросы? Ну, если ни у кого нет вопросов… А, есть. Спасибо за доклад. Очень интересно. Вопрос у меня такой. Когда пользователь запускает, условно запускает приложение, по факту же это не всегда запуск. Частенько это просто активация, то есть приложение не начинает сначала. Раз как бы у вас метрики в такой важной позиции, нет ли у вас данных о том, насколько часто сейчас у пользователей происходит запуск, насколько часто активация? Соотношение вот этих двух. Я понял вопрос. Спасибо. Нет, к сожалению, таких данных у нас нет, потому что вот все то, о чем я говорил, это касается именно холодного запуска, потому что это самый затратный по времени процесс. Поэтому цифр дать не могу. Есть ли еще у вас вопросы? Спасибо за доклад. Ты сказал, что стали собирать аналитику от пользователей. Учитывали вы как-то холодный запуск, запуск уже браузера, который в памяти, учитывали ли количество памяти и другие данные, которые особенно для каждого девайса? Да, естественно, мы учитывали эти данные. Во-первых, мы собираем статистику по разным типам устройств. Во-вторых, мы, естественно, отделяем холодный старт от горячего, потому что нас, в первую очередь, интересует холодный старт, как самый затратный, я уже говорил. Преимущество, наверное, айфонов и айпадов в том, что, в общем, это фиксированный ряд моделей и по типу устройств мы обычно с легкостью можем понять, сколько у него памяти, какой у него процессор и на какие именно устройства наши оптимизации дают больше эффект. Например, у нас были какие-то оптимизации, которые больше давали эффект для одноядерных устройств. Были какие-то оптимизации, которые больше давали эффект, наоборот, для многоядерных устройств, а для одноядерных вообще проводили к росту этой метрики. И это как бы тут надо, если занимаетесь такими оптимизациям, то надо всегда выдержать баланс между тем, чтобы не навредить кому-то случайно, делая кому-то хорошо. Ну, тогда поблагодарим спикера.